Самые лучшие клубные болельщики Пример Лиги! Сегодня было награждение, вкратце, что это было за награждение, что это за награда, вот что это? Российской футбольной премьер-лиги уже достаточно продолжительное время существует конкурс для болельщиков, который называется «12-й игрок». Этот конкурс посвящен именно тем болельщикам, которые не просто болеют за свой клуб, а которые живут с ним одной жизнью. И для того, чтобы понять, кто выиграл, мы берем, у нас есть определенная система подсчета, соответственно, выигрывают болельщики того клуба, за кого клуб меньше всего был наказан по системе КДК. Соответственно, вот уже второй раз подряд болельщики Краснодара выиграют этот приз по итогам сезона 2013-2014 года и теперь по итогам сезона 2015-2016 года болельщики футбольного клуба Краснодар получили эту престижную награду от Российской футбольной премьер-лиги. Мы очень счастливы были их поздравить, особенно с учетом того, что у нас сейчас юбилейный сезон, Российской футбольной премьер-лиги исполняется 15 лет, и именно этот сезон мы посвящаем болельщикам юбилейный сезон. И мы были рады начать этот юбилейный сезон с футбольного клуба Краснодар, чьи болельщики выиграли в конкурсе 12-й игрок. Вы не сказали, что определяется это по числу наименьшую претензии в адрес болельщиков, а учитывается ли при этом количество болельщиков? Это, наверное, немаловажный показатель. Вы знаете, там целый комплекс оценок, которые существуют в этой премии выявления победителя, и, конечно же, учитывается и количество болельщиков, и сумма наложенных штрафов, и то, как болельщики поддерживают команду. То есть это действительно награда для тех болельщиков, кто живет жизнью своего клуба, кто живет с ними, кто составляет одно целое. Нам очень приятно, что такой, можно сказать, молодой клуб, как Краснодар, очень хорошо работает с болельщиками, проводит множество мероприятий, за что от Российской футбольной премьер-лиги большая благодарность руководству футбольного клуба и тем людям, кто работает с болельщиком, ну и, конечно же, самим болельщикам, кто искренне поддерживает свой клуб, кто за него болеет. То есть можно, Андрей, на место поставить пример болельщиков Краснодара, пример болельщикам других клубов, можно так сказать? Конечно же, именно об этом мы и говорим, что болельщики футбольного клуба Краснодар не просто приходят на трибуны, а живут со своим клубом одной жизнью. Клубы отнеслись с данной игрой, то есть они как-то отреагировали на этот смысл? Конечно же, на самом деле для клуба это тоже очень важно, понимать, каким путем они идут, насколько он верен. Действительно понимать, что без болельщиков фактически нет футбола. Недаром девизом вот этого юбилейного сезона Российской футбольной премьер-лиги, сезон, который посвящен болельщикам, выбрала, что футбол это мы. Подразумевает, что болельщики и команда это единое целое, именно мы и составляем футбол. Скажите, а как это будет проявляться в этом сезоне, что изменяется в работе с болельщиками, возможностях болельщиков, в правах болельщиков? Это же не просто узлы, я так понимаю, там какая-то программа идет? Нет, конечно же, на самом деле все клубы проводят очень большую работу со своими болельщиками. Появляются семейные сектора, появляются специальные программы по привлечению болельщиков, вносятся определенные изменения в законодательную базу, которые также направлены на то, чтобы на наших трибунах как можно больше было семейных болельщиков с детьми, девушек. Вы знаете, могу сказать, что за последнее время, допустим, количество девушек и женщин значительно увеличилось в нашей трибуне, увеличилось количество семейных болельщиков. И это как раз является следствием вот той вот системной работы, которую клубы российской футбольной премьер-лиги проводят по популяризации футбола, по пропилактике правонарушений болельщиков. Это именно та работа, которая не делается за один день, потому что во всех лигах, таких известных, допустим, как английская, которая в свое время славилась своими болельщиками такими агрессивными, путем вот такого длительной, скрупулезной, последовательной работы удалось переломить эту ситуацию, и мы именно идем по этому пути. То есть мы считаем, что с болельщиками нужно разговаривать, нужно налаживать диалог, нужно стараться сделать посещение футбола комфортным и безопасным для них, чтобы люди действительно увидели, что футбол – это праздник. А скажите, вы сказали, что становится больше женщин, больше детей, а примерно в процентном соотношении на сколько? Ну, такой точной статистики мы не ведем, но могу сказать, что, в общем-то, существенно, если вы посмотрите соцсети и клубные, и премьер-лиги, и просто каких-то болельщиков объединений, вы увидите, что сейчас молодежь все больше и больше начинает интересоваться футболом, который становится именно местом такого некого хорошего времяпрепровождения, когда в субботу ты можешь пойти, или в выходные дни можешь пойти на футбол и хорошо провести время со своими друзьями. Вы сказали, да, пример болельщиков Краснодара можно поставить, может, немножко провокационного вопроса, есть ли какие-то проблемные клубы, скажем так, проблемные болельщики, ну, это, наверное, не секрет, это ЦСКА, Зенит, Спартак, вот с ними есть сейчас какие-то сложности с болельщиками этих клубов? Знаете, на самом деле, так не совсем корректно ставить вопрос, потому что нужно же понимать, что и футбол, и болельщики, они существуют неотрывно от нашего общества, и, соответственно, все проблемы, которые так или иначе возникают в нашем обществе, они, естественно, экстраполируются на болельщиков, потому что это те же самые люди, которые, ну, как и мы с вами, ходят по улицам, и кто просто, в отличие от каких-то других людей, неравнодушен к футболу, поэтому я бы не сказал, что это проблема, поверьте мне, это, ну, как бы есть сложности, вы знаете, тоже вот я не был бы столь категоричен, потому что это очень такое, ну, слово серьезная беда, нет, наоборот, я скажу, что мы за последние годы, российская футбольная премьер-мига ведет статистику правонарушений, и я могу сказать вам абсолютно точно, что количество правонарушений снижается, а процент посещаемости стадионов, наоборот, растет. Ну, и хотелось бы, наверное, узнать, ну, чисто такой технический вопрос, то есть, насколько у вас налажены контакты с клубами в этом плане, то есть, это какая-то совместная работа с болельщиками, совместно с клубами, или здесь вы действуете больше самостоятельно? Вы знаете, на самом деле есть одна очень важная вещь, которую нужно понимать, что российская футбольная премьер-лига, это и есть 16 клубов, которые в ней играют, поэтому у нас полностью налажены контакты со всеми крупными болельщикими объединениями, из полиции, если, допустим, вот мы не так давно просто, ну, говорили о том, о нашем юбилее 15 лет, может быть, не очень большой срок, и, может быть, сложно подводить какие-то глобальные итоги, но я уверен, если вы, допустим, сейчас в интернете, найдете матч 2005 года, допустим, или 2002 года, первого сезона премьер-лиги, и сравните с тем, что сейчас происходит на стадионах, вы действительно увидите разительную разницу в происходящем. Мы находимся в тесном контакте с полицией, и одним из важных для нас действительно вот таких вот важных событий, мы считаем тем, что нам удалось полностью вывести полицию из чаши стадиона, что сейчас, конечно же, подразделения полиции присутствуют на прилегающих территориях, по трибунах, помещениях, ну, поскольку полиция отвечает за жизнь и безопасность граждан. Но в целом, вот если вы возьмете, допустим, ту же самую картинку 2005 года или 2006 года с такой вот серой стеной полицейской, я думаю, вы и сами это помните прекрасно, и сравните с тем, что сегодня происходит на наших стадионах, вы и сами сможете вот как бы понять, в чем же действительно состоит эта разница. То есть это можно сказать, что это больше часть просветительной работы, да, как-то работы с болельщиком, или все-таки метод кнута, когда больше наказать? Ни в коем образе мы не идем путем какого-то кнута, честно сказать. Это действительно очень большая комплексная работа, которая идет на всех уровнях, и на законодательном, и на клубном уровне, и на наших взаимоотношениях с полицией. Это действительно как бы наша цель сделать футбол праздником, потому что девиз Премьер-лиги «Мы дарим эмоции». Это действительно вот то, чем важен футбол. Поэтому мы стараемся сделать все для того, чтобы человек, приходя на трибуны, получал только положительные эмоции от игры своей любимой команды, и ничто не мешало его хорошему времяпрепровождению. Если говорить о болельщиках, то мы помним картинку все-таки с прошедшего недавно чемпионата мира во Франции, какие были сделаны выводы, и как это оценивается, какие были сделаны выводы, ну, в том числе по ВОП, по ситуации. Да, и, наверное, я добавлю, если можно, в преддверии чемпионата мира, то, что, ребят, некомпетентен на это ответить. Я бы рад, на самом деле. Я могу сказать, что в целом, конечно же, мы постоянно следим за развитием ситуации, ее анализируем, и не только мы. Как я уже сказал, мы работаем в самом теснейшем контакте, и с органами правопорядка, и с остальными субъектами футбола, поэтому, конечно же, определенные выводы делаются. И, допустим, могу сказать, что, допустим, система обеспечения безопасности на наших стадионах, а система видеонаблюдения, система контроля управления доступа на стадионы являются одним из лучших в Европе, поэтому я могу сказать, что мы прилагаем все усилия, чтобы предстоящий чемпионат мира в России действительно стал праздником футбола для всех, кто приедет к нам в гости, и для российских болельщиков, и для иностранных. Спасибо вам большое. Надеемся, так и будет. Спасибо.